я вас приветствую многоуважаемые подписчики а также те кто зашел на мой канал совершенно случайно вы многое потеряете если уйдете раньше времени правда материал сегодня серьезный это практически повесть такая временных лет сегодня прозвучит вторая заключительная часть этой повести в предыдущей мы остановились на гибели экипажа аполлон и так было проведено два беспилотных летных испытаний ракеты сатурн-5 первое аполлон 4 9 ноября 1967 года целью ставилась доводка ракеты носителя и космического корабля аполлон вхождение в атмосферу земли со скоростью возвращения от луны кроме того было макет лунного модуля и такие задачи переход с низкой орбиты 188 километров с переходом к апогею 16 тысяч 600 километров время полета около восьми с половиной часов полет признан успешным первая космическая скорость достигнута была отработан вход в атмосферу со второй космической скоростью аппарат приводнился район заданного приводнения неизвестен указывается только фактически данный полет совершен второй и третьей ступенью ракеты сатурн-5 первая ступень практически свою задачу не выполнила первые две ступени сатурна 5 не обеспечивает выведение груза на орбиту первая ступень должна отделяться на высоте 65 километров и при скорости 2 и 8 десятых километров в секунду но фактически скорость достигалась вдвое меньшая на высоте 28 30 километров далее первая ступень отделялась примитивным способом холодного разделения ступеней а это приводит к потере скорости и падала первая ступень в атлантику с высоты 45 50 километров набираемой за счет инерции то есть первая ступень сатурна 5 выступала в роли очень дорогого бустера аналогичного твердотопливным всю работу по выводу сделали вторая и третья ступени ибо после отделения второй ступени даже в плановых значениях достигалась высота 186 километров и скорость 6 и 88 сотых километров в секунду то есть первая и вторая ступени сатурна 5 не могут вывести груз на орбиту на самом деле вторая ступень отделялась на высоте 120 130 километров и скорость около пяти километров в секунду только третья ступень сатурна 5 заканчивала вывод на низкую орбиту груз массой не более 20 тонн 18 тонн это макет космического корабля аполлон и две тонны макет лунного модуля вместо 15 тонн по плану вот тут фишка лунный модуль весил 15 тонн этот старт показал непреодолимые проблемы с двигателем f1 и не только об этом не только чуть ниже поскольку программа полета выполнена не было ракета сатурн 5 не смогла бы поднять настоящий лунный модуль то наса продолжила попытки доводки двигателя f1 и избавить первую ступень сатурна 5 от продольных колебаний низкочастотного резонанса эффект pogo называется это сложная хитрая система про подачу топлива в двигатель ищите смотрите решено было поднять на низкую орбиту сырой и нерабочий лунный модуль для этого 22 января 68 года был старт аполлона 5 ракета-носитель сатурн-1b с лунным модулем по сути его весогабаритным макетом модуль был выведен на орбиту но летные испытания в вакууме не удались из трех включений и жрд посадочного лунного модуля сработали только два получив нерасчетный импульс лунный модуль 23 января сгорел плотных слоях атмосферы вторая и последняя попытка оживить первую ступень сатурна 5 была осуществлена 4 апреля 68 года миссия аполлон 6 любят они это слово миссия эта попытка полностью провалилась из-за давней и нерешенной проблемы продольного резонанса первой ступени первая ступень работала даже хуже чем в первом полете аполлон 4 упала тяга на 45 процентов от расчетной и остановились два f1 из пяти их остановил оператор супа наса чтобы сохранить ракету в результате была повреждена и вторая ступень груз не удалось вывести на высокую эллиптическую орбиту аполлон 6 удалось задержать на низкой орбите повторное включение двигателя j2 на третьей ступени не удалось вот о чем я уже из раза в раз и говорю ни разу они не включали j2 в вакууме в цупе решили угробить космический корабль аполлон включив двигатель аполлона и отправив корабль в последний полет при этом выключить двигатель с первой попытки не удалось и корабль вознесло на высокой эллиптическую орбиту с апогеем в 22 тысячи километров почти 10 процентов расстояния до луны топлива в баках почти не осталось и космический корабль не удалось разогнать до 2 космической скорости на нисходящей ветви орбиты чтобы отработать самая возможность входа в атмосферу с такой скоростью 4 апреля он вошел на скорости 10 километров в секунду с аварийным углом и сгорел в атмосфере именно тогда наса устроила первое представление в лунной афере показав целехонькую капсулу аполлона 6 и так запомним первый показ капсулы призрака состоялся 4 апреля 68 года на вертолетоносце и вот зима что же погубило последнюю попытку наса справиться с проблемами сатурна-5 ведь речь уже не шла о полете на луну и даже облете ее лунный модуль от грунман корпорейшн так и не увидел свет а аполлон от норд-американ рокуэлл делали только под sky love а потом уже под эпос союз аполлон всему виной танец пога ассоциирующийся с ранним панкроком и представляющий собой этот вот ранний панкрок подпрыгивание на месте с прямой спиной и прижатыми к туловищу руками и соединенными ногами и это не шутка пога поражает ракету заставляя ее подпрыгивать вверх и вниз по направлению ее полета это инженерный сленг в качестве метательного заряда выступают жидкие компоненты которые протекают в трубах и фитингах на пути от цистерны к двигателям тут и образовываются низкочастотные помехи это нарушение проявляется как стон водопроводных труб в вашем доме в нашем доме помню я из ранней молодости эти колебания приводят к вариациям в расходе топлива и тяга двигателя меняется несколько раз в секунду особенно это опасно когда эти колебания приближаются к резонансной частоте ракеты и эти силы начинают на пару действовать на ракету и в итоге получается что ракета летит назад вперед по всей длине ракеты несколько раз в секунду особенностью пога является его способность поддерживать самого себя направленность колебаний вызвано и не стационарной работой жрд вызывает в свою очередь дополнительную нестабильность в топливе в подачу топлива обычно инженеры решая проблему пога эффектов пытались менять частоты устанавливать амортизаторы удлинять укорачивать сегменты вытеснителя вставить амортизаторы в трубы в итоге появилась таки стратегия борьбы с эффектом пога в топливных системах проблему в продольных вибраций браунов так и не удалось вылечить на своем детище сатурн 5 продольные вибрации присутствовали на сатурне 5 на всем пути вплоть до аполлона 17 но в ходе программы браун принял ряд мер который позволил решить эту проблему или хотя бы как-то снизить эффект вибрации поэтому были задержки инженерам нужно было предпринять какие-то новые мероприятия чтобы на последующей ракете вибрации не было а она уже была в цехах так стать уже готовилась то есть решать все по ходу и на коленке браун понимал что не только эффект пога является причиной невозможности посадить реальный экипаж в ракету но еще и нестабильность горения в камере сгорания жрд f1 он требовал снять этот двигатель вообще и перенести покорение луны на более поздний срок пока не будет разработан новый двигатель он даже грозился прекратить все работы по сатурн 5 и вот отрывки с воспоминаний его сотрудников для фонд браунт а это закончилось плохо тогдашний исполнительный директор наса джордж лоу давно точивший зуб на фон брауна из-за чрезмерной как ему казалось заносчивости брауна настоял на распуске бесполезного кб нациста фон брауна как он выразился когда брауну припомнили его нацистское ссовское прошлое и грозились лишить его американского гражданства якобы выданного ему с нарушением американского законодательства в 1958 году брауна заткнули но для пущей надежности уже в ходе лунной аферы все кб брауна было распущено а это 700 человек а сам фон браун был снят с должности и переведен на второстепенную должность в нас а затем вообще уволен кто-то нам пытается доказать что его даже повысили но как можно творческого работника повысить переведя на перекладывание бумажек кстати после того как была завершена программа эпос а это чуть вперед это 75 год джордж лоу тихо убрали из нас а в 1976 году и убрали в провинциальный городок трое подальше на границе с канадой руководить частным политехническим институтом потому что он был ярым противником программы эпос союз аполлон и стал просто мешать а что же было делать русские опережали и хоть и была сделка ссср сша но никто никому не верил в нас и считали что королев таки получил карт блаш на освоение луны и поскольку все работы в союзе были засекречены в нас а никто ничего толком не знал а что же было у королева и глушко они пошли другим путем они применили многокамерную систему закрытую систему двигателя и рубашечное охлаждение это сняло все проблемы продольных вибраций лунная супер ракета не имела этих проблем у нее были свои проблемы но вполне решаемые ракеты n1 уверенно стартовали и набирали высоту но поступил запрет на их испытания и прекращение финансирования почему а просто нас попросила раскрыть этапы подготовки советской лунной программы но в ссср не захотели раскрывать эти тайны и просто остановили работы американцам было сказано показывать ничего не будем в ссср работ по луне не ведется а почему наса попросила об этом что за глупый вопрос из того что я сказал все становится ясно рн сатурн 5 не могла выполнить задачу не то что послать к луне хоть футбольный мяч она не могла вывести на низкую орбиту более 20 тонн ей мешала первая ступень с ее продольным резонансом с ее никуда не годным f1 началась эпоха безрассудной фальсификации лунной программы наса при молчании ссср в 1969 году звездный городок посетил советник президента сша никсона по космосу бывший астронавт в кавычках астронавт полковник ввс сша фрэнк борман состоялось постановление от 1969 года совета министров ссср и цк кпсс под кураторством михаила андреевича суслова серого кардинала этому полковнику в рамках данного постановления предстояло стать передаточным звеном в лунной сделке ссср сша после утряски всех деталей в ссср по лунной сделке при личном присутствии президента академии наук ссср келдыша полковник борман отправляется в сша где его ждет уже новая должность директор программы долговременных орбитальных станций вплоть до 1976 года фрэнк борман будет курировать технические детали лунной сделки и программы эпос со стороны сша но вернемся что же происходило в цупе наса при стартах ракеты сатурн 5 якобы с экипажами а руководителем супа был несменяемый свой человек в доску знавший все детали лунные аферы руководитель всех стартов сатурнов кристофер крафт поскольку имели место сильные низкочастотные продольные колебания как уже указывалось такое резонансное совпадение приводило к узелению колебаний а это приводило к выходу из строя топливных магистралей разрушение подвеса карданов двигателей потери герметичности и взрыву ракеты но эту проблему только частично удалось решить снятием мощности жрд а стало быть снижением тяги на 25 процентов тяга была такая что первая ступень сатурна 5 едва поднимала всю конструкцию до высоты не более 30 километров вместо положенных 65 километров да это резонанс продолжался пускай и с меньшей силой и вот дана команда старт давление топлива прорывает ампулы самовозгорающейся смесью и топлива попадает в камеру через отдельный воспламенитель на форсуночной головки в камере смесь вступает в контакт с кислородом воспламеняется и происходит запуск двигателя далее ракета поднимается со стартового стола на кп наса напряженное состояние руководитель полета директор центра контроля полетов в хьюстоне кристофер крафт внимательно смотрит на специалиста сидящего рядом с ним от него много чего зависит в эти 150 секунд работы двигателей первой ступени его главная задача не дать взорваться ракете на глазах у зрителей перед лицом этого специалиста был установлен специальный индикатор продольных колебаний при необходимости кристофер крафт мог принять решение об аварийном прекращении полета либо аварийной отсечки центрального двигателя отсечка двигателя применялась практически при каждом старте когда возникал продольный резонанс и датчик показывал его критическую величину из супа наса тотчас подавалась команда на отсечку центрального двигателя включалась продувка головки двигателя окислителем и на останавливающий соленоид контрольного клапана двигателя подавался ток гидравлическое давление удерживало открытым клапаны газогенератора и окислителя клапаны горючего переключались в возвратное положение одновременно гидравлическое давление направлялось на закрывающие порты клапана газогенератора клапанов окислителя и горючего приводился в действие проверочный клапан и по мере падения давления компонентов топлива начиналась интенсивная продувка окислителем затем топливный клапан воспламенителем и управляющий клапан воспламенителя закрывались давление в камере сгорания достигало нуля примерно в то же самое время, когда клапаны окислителя полностью закрывались и двигатель останавливался. Ух! Тяга всего пакета двигателей падала. Все зрители наблюдали, как чадящая и коптящая, медленно оторвавшись от стартового стола, 9 секунд, по-моему, прохождения мачт Сатурн-5, неходя поднимался в небо, в два раза медленнее программы полета, протыкал облака на 8-километровой высоте и уходил ввысь и на восток, где на высоте 30 километров примерно происходило допотопное холодное отделение первой ступени к великому облегчению всего НАСА. Ракета не взорвалась и не упала на стартовый комплекс. Но это еще не все. Четыре двигателя продолжали работать, инициируя новый резонанс. Для его погашения подавалась команда на впрыск гелия в трубопроводы подачи к двигателям жидкого кислорода с расходом несколько грамм в секунду. Клапаны на соответствующих магистралях, расположены прямо над двигателями, работали как аккумуляторы гелия и демпфировали колебания. Кроме того, даже на пульте управления космического корабля «Аполлон» перед командиром имелся индикатор датчиков продольного резонанса конструкции ракета-носителя «Сатурн-1Б» во время полета «Эпос» «Союз-9 Аполлон». И это 1975 год. При превышении уровня колебаний командир корабля мог самостоятельно прервать полет на этапе работы первой ступени ракеты-носителя «Сатурн-1Б». НАСА намеренно отказалось от автоматического прерывания полета, потому как в лунных якобы стартах экипажа в «Аполлонах» не было. Из Земли можно было отслеживать и регулировать уровень продольного резонанса. В противном случае автоматика просто бы уронила 3000-тонный комплекс на старт и, пиши, пропала. Вообще, старт ракеты-носителя «Сатурн-5» — это было что-то. В этом ролике я многожды поставил этот старт, эти первые секунды. Наблюдать работу «Ф-1» — это было как наблюдать возгорание диковинного керосинового примуса. Толщина стенок трубок охлаждения двигателя 0,457 мм. Ну, или 0,46 мм, или примерно 0,5 мм. Вот такая толщина металла представить, ну, это почти фольга. 0,5 мм, 0,5 мм. Трубки были уложены в один ряд прямого тока и обратного тока. Перепад давления на соседних трубках туда и обратно до сотни атмосфер. Трубка туда, то есть высокого давления, распрямляется и пережимает трубку обратного тока. Коллектор на сверхзвуковой части сопла через 15 секунд, если такой двигатель вывести на полный режим, заполняется смолой. Этой смолы в газогенераторном газе до 14%. Поэтому, если бы такой же двигатель вывести на режим тяги в 590 тонн, то через 15 секунд полость коллектора была бы заполнена смолой. И никакого охлаждения насадка высотой 1,7 мм не обеспечила бы. И двигатель разрушился бы через 60-70 секунд работы. Этот примус чадил, ибо его приходилось охлаждать, впрыскивая холодный керосин в полость за сечением сопла, чтобы трубки охлаждения не расплавились от наружного нагрева батареей огнеметов, факелов этих огнеметов. Давление в камере сгорания этого примуса было всего 67 атмосфер. К примеру, у RD-170 250 атмосфер. Причем удельный импульс у F1 и RD-170 примерно одинаков. Но RD-170 был сертифицирован на 10 пусков, а F1 только на 1. Я уже не говорю о том, что RD-170 это двигатель закрытого типа, с дожигом газогенераторных газов и с первоклассной системой охлаждения. Поэтому, когда Сатурн-5 взлетал, вслед за его оранжевым пламенем тянулся черный след от невзгоревшего керосина и смолы, выбрасывающейся через сопло. Но тем не менее, этот примус летел. Надо отдать должное компании Rocketdyne, которая смогла вытащить из этого примуса 400-450 тонн тяги вместо 600 тонн заявленных. Фон Браун говорил, вспоминают соратники Брауна, «Уберитесь с ракеты F1 этого уродца. Из-за него я изородовал Сатурн-5. Дайте мне семь ракет Сатурн-1Б, и я соберу на орбите Земли одну экспедицию на Луну и достигну ее». Бедняга Браун. Его не послушали и выгнали из НАСА вместе со всем его кагалом. Браун создал замечательную ракету Сатурн-5. Это была бы отличная рабочая лошадка, если поставить на нее пакет из четырех советских двигателей РД-150, тягой в 1200 тонн каждый. Этот же РД был полностью спроектирован КБ «Энергомаш» в 1975 году специально под ракету-носитель Сатурн-5. Переговоры по этому поводу в 1974-75 годах шли полным ходом. Между глав космосом и НАСА параллельно с разработкой программы ЭПОС. От Советского Союза эти переговоры вел лично президент Академии наук Мстислав Келдыш. Он готовил соглашение между СССР и США, которое было подписано 24 мая 1972 года. Вот ирония судьбы, но сегодня 24 мая, когда вот как раз я монтирую этот ролик, правда, 2020-го. Так вот, 24 мая договор был подписан в Москве председателем Совета Министров СССР Косыгиным и президентом США Никсоном. Но противниками установки РД-150 на Сатурн-5 был директор космического центра имени Джонсона Роберт Гилрут и тогдашний директор НАСА Джеймс С. Флетчер. Они убедили своего прямого начальника тогдашнего президента Никсона не подписывать соглашение с Советами по использованию их советского двигателя РД-150, что и было сделано. Но как компромисс, американцы обещали вернуться к этому вопросу позже. Так что проектирование РД-150 в 74-м или, может быть, 5-м году началось с надеждой на успех. Но надежды не оправдались. Близилось время орбитальных станций. США и СССР был нужен мощный носитель, способный вывести на околоземную орбиту моноблок массой 100-200 тонн в зависимости от орбиты. Целые блоки по 100-200 тонн, без всяких там переходников и стыковочных узлов. Сатурн-5 подходил для этого идеально. СССР предложил НАСА своей РД-150. Было предложение поставлять их в США и там ставить на Сатурн-5. Но руководство глав космоса не понимало, что вся лунная эпопея – это была гигантская финансовая афера по распилу бюджета. НАСА не нужно было осваивать космос вместе с СССР. В НАСА полагались, что после закрытия лунной аферы в США та же Рокет Дайн может создать что-то дельное. Тем более, что был утвержден новый грандиозный финансовый распил бюджета программа Space Shuttle. Правда, больших ЖРД и к этой программе создать не удалось. Их заменили твердотопливными ускорителями. С тягой больше, чем первая ступень Сатурн-5. Но это уже совсем другая история. История Space Shuttle – это история распила очередного бюджета. Кроме того, вмешалась политика и предложение глав космоса по РД-150 было отвергнуто. А что произошло после этого? КБ «Энергомаш» вместо РД-150, который был готов к производству, создала знаменитый РД-170, который стал прародителем целого семейства отличных двигателей РД-171, РД-180. И РД-180 вернулся таки в США бумерангом и разбил дурную голову НАСА, которая так и не смогла создать большой двигатель. НАСА больше решила не повторять ошибку 1975 года и НПО «Энергомаш» имени Глушко в 1996 году продала право на использование этого двигателя в ракетах «Атлас» компании General Dynamics. Но патентное право на использование конструкции РД-180 по-прежнему принадлежат «Энергомашу». General Dynamics, имея всю технологию, так и не смогла повторить этот двигатель, показав тем самым энергетическое отставание США от СССР, а затем и России. История не терпит сослагательного наклонения. Несмотря на то, что многие возможности были упущены, появились новые возможности. Много было сделано ошибок и со стороны СССР. Это программа «Энергия Буран». Проект в никуда, но от него много чего осталось и получило развитие. Двигатель боковых блоков энергии РД-170, самый мощный по состоянию на сегодня, используется как РД-171 на первой ступени ракеты-носителя «Зенит», в том числе в проекте «Морской старт». А двигатель РД-180, спроектированный на основе РД-171, в американской ракете «Атлас-5». И со стороны США, вся ее пилотируемая космонавтика – это сплошная ошибка. Афера? Вопрос, можно ли сегодня возродить ракету «Сатурн-5»? Нет, нельзя. Даже если очень захотеть. Даже несмотря на то, что все чертежи этой ракеты сохранены. И заводы целы. Самая громоздкая часть «Сатурна-5» – его первая ступень – производилась в Центре космических полетов имени Маршала Хансвилл-Алабама. И в настоящее время Центр продолжает создавать космическую технику. Если техника делается, значит и специалисты не перевелись. Но есть одно «но». Всего в производстве «Сатурн-5» задействовано было примерно 20 тысяч подрядчиков и субподрядчиков. Не все из них существуют поныне. Но ликвидированные организации – это не единственная проблема. Даже если бы все компании существовали, они вряд ли смогли бы начать производство. Каждый из подрядчиков держал собственную документацию по производству, которая могла быть утеряна. Но даже если она не утеряна, она может храниться на каком-то из складов. На каком – знает человек, который уже там не работает или вообще умер. За работой подрядчиков следили две группы в космическом центре Маршала. Одна контролировала производство, другая – финансы. Людей, которые знают, как сложить кусочки мозаики, уже нет. Для «Сатурна-5» не было запланированного использования после Аполлона. Многое не документировалось должным образом, оставаясь в личных записях инженеров. Сегодня эти кусочки бумаги гниют в чьем-нибудь подвале. Да, извините, зачем возрождать «Сатурн-5» на подходе ракеты тяжелого и сверхтяжелого классов. В частности, российские «Ангара-5» и «Енисей». И супердвигатели у России есть и создаются новые. Будущее – за вторыми и третьими ступенями ракет. Ибо там будут размещаться малогабаритные ядерные ракетные двигатели для вакуума. Они уже есть с тягой по 20 тонн и испытываются в «Росатоме». И пояс «Маналина» будет преодолен с помощью внешней малогабаритной ядерной установки, которая будет размещаться снаружи космического корабля и питать генератор электромагнитных волн с радиусом 150 метров для отклонения радиоактивного фона от корабля. Все это уже в металле и проходит испытание. И какой же вывод? Был ли инженер Вернер фон Браун гениальным? Талантливым, безусловно, был. Его ракеты «Сатурн-1Б» и «Сатурн-5» прекрасны. Но он стал жертвой лунного психоза и аферы. А я так думаю, что всех эсэсовцев надо было сразу к стенке. Это последняя фраза моя, а общий текст я прочел с небольшими стилистическими только изменениями от Владимира Тарасова. Мы с Владимиром не первый раз в сотрудничестве делаем видеоролики. Его сообщения вы найдете под некоторыми из моих роликов про Луафос Ра. Надеюсь, и здесь он также отметится. Так что все вопросы к Владимиру Тарасову. А на сегодня это все. Будьте счастливы!